Смертельное ДТП с участием двух грузовиков в Верхнеуральском районе. В аварии не выжил никто. Как это случилось, расскажем прямо сейчас. Авария произошла на объездной дороге. 43-летний водитель за рулем автомобиля МАН выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КАМАЗом, за рулем которого был 63-летний мужчина. После лобового столкновения оба водителя погибли на месте ДТП. На трассе столкнулись несколько автомобилей. Одну из машин отбросила в кувет. Возможно, причиной ДТП стала скользкая дорога и неосторожность водителей во время движения. Из-за столкновения на трассе образовалась пробка. ДТП произошло на улице братьев Коширинов. Полиции рассказали, что 63-летний водитель за рулем автомобиля Дэл поворачивал налево, но столкнулся с Шевроле под управлением 24-летнего мужчины. После столкновения одна из машин вылетела на тротуар. 22-летним пассажирам Шевроле потребовалась медицинская помощь. Их госпитализировали. Челябинская семья попала в ДТП в Татарстане. Легковушка въехала в грузовик. В ней находились два брата-близнеца. А после машину отбросила в автомобиль Киа, который ехал мимо. В результате столкновения пострадали 4 человека. Из них двое детей. Ребенок попал под колеса легковушки в Копейске. Десятилетнюю девочку сбили на пешеходном переходе. Школьница получила травмы. Ее госпитализировали. Грузовик опрокинулся на трассе в Челябинской области. В аварию попал водитель большегруза марки Хова. По какой причине многотонник перевернулся, неизвестно. К счастью, водитель не пострадал. С путей сошел новый низкопольный трамвай на перекрестке улицы Рождественского и проспекта Ленина. Рабочие несколько часов пытались привести вагон в движение. Возможно, причиной стал свежий снег, выпавший за ночь, или болт, который нашли на путях. Решил нарушить, но сделал это на глазах у сотрудников экипажа ГИБДД. Инцидент произошел в Копейске. Водитель недорожника решил проехать на красный. Но только автомобилист выехал на перекресток, появились сотрудники полиции, которые включили маячки и догнали нарушителя. Теперь автолюбитель будет отвечать за свой поступок.